Нежели богато, нефига начинать. Такой девиз, похоже, у России на рубеже второго десятилетия 21 века. Что-то ничего у нас не получается, потому что ничего мы не производим. Мы привыкли потреблять. Причем потреблять такие продукты, как, например, ипотечные кредиты. Ничего страшного, в очередной раз пару дельных советов. Что такое ипотечный кредит под 10%? Мальчики и девочки, берите. Сразу лучше трехкомнатную, за 3 миллиона. На 30 лет. Теперь калькулируйте и получаете, что в итоге вы будете 9 миллионов. А, еще Сбербанк вот такими вещами занимается. Как устраивает платежи вот такие. Сначала большие, непомерные, которые идут в оплату тех еще непонятных процентов. В итоге тело кредитовое не погасили. Так что, ребята, про ипотеку надо забыть. А реальность сэкономить можно. И советы нашему правительству. Критиковать его, естественно, сейчас нельзя. А посоветовать можно. Быстренько научить нас жить экономно. Как это сделали турки, например. Там литр бензина стоит 4 лиры. Поэтому люди ездят столько, сколько надо. А не столько, сколько захочет каждая первая блондинка, брюнетка, либо шатенка. Сегодня и сейчас реальность сэкономить можно просто установив газовое оборудование. При этом не экономя на перемещении. Газовое оборудование ставим здесь. Помните, МГАЗ. Здесь находится ЭКОГАЗ-М. И вот сегодня мы ставим газовое оборудование на машину 20-летней давности. Мой любимый Форд Таурус. 91-го года выпуска. Суть этого действия такова. Вам наглядно продемонстрировать возможность установки системы газового распределенного впрыска в автомобиль, имеющий, казалось бы, крайне сложную конфигурацию двигателя. Да, это легендарный Вулкан В6-3.0. Здесь двигатель имеет изогнутый впускной коллектор и располагается поперек кузова, как и в большинстве переднеприводных автомобилей на автомате. Кроме всего, здесь нет универсального диагностического модуля, с которого происходит считывание данных о времени включения форсунок и корректировки момента опережения зажигания. Но вот результат. Все вошло как надо, и подкапотное пространство преобразилось. Прогреваемый редуктор и мозги заняли свои места. Нету кишков и висящих проводов, и даже вакуумный клапан сброса и избытка топлива, и он в работе. Работа выполнена идеально, и это уровень мастеров. Докатка осталась на прежнем месте, доступ к ней свободен. И что касается места в багажнике. Самый ненасытный, толстый и лысый попросил максимальный объем баллона. Но и даже он позволил свободно разместиться полноразмерной запаски и куча всего того, что пришлось складывать в декабре месяце, чтобы доехать до Уфы по перевалам. На стареньком таком, но выносливом Америкосе, который теперь уже на газу удивит 90% автомобилей, эксплуатируемых в России. Были ли какие-то сложности с установкой газового оборудования на автомобиль почти 20-летней давности? Конечно, безусловно, устаревшие шланги, уже подсохшие, подлежащие замене. Плюс V-образный двигатель. Ну, посложнее идет немножко монтаж, чем рядного двигателя. Ну, это мастерство и навыки уже сказываются. Что-нибудь подобное уже делали? Да, делали. Много уже автомобилей было. И V-образных, и рядных двигателей. То есть, ну, большое количество уже прошло через нас автомобилей. Вот я знаю, что недавно приезжал к вам владелец джипа, который раньше ел 35 литров бензина. Сейчас у него какое ощущение? Сейчас он очень доволен, особенно после каждой заправки. То есть, денег остается больше. Можно вложиться в ту же, опять же, машину. То есть, масло и прочие расходные материалы уже. Сколько стоит перевести вот такой импортный автомобиль на газ? Шестицилиндровый двигатель. Ну, где-то 32 тысячи. Конкретно вот этот автомобиль. Четырехцилиндровый? Четырехцилиндровый, 24. В зависимости еще от баллона, конечно, идет разница. Ну, это уже когда к нам подъедет человек, мы с ним уже лично. А так, средняя, такая цена. И надо сказать, что эти 32 тысячи окупаются на трехлитровом двигателе, по-моему, за 2-3 месяца. Да, в момент такой окупаются. Плюс вы уже не так, как бы, ну, значительно к пробегам относитесь. То есть, для вас не становится проблемой съездить на то же банное, отдохнуть лет. Потому что получается уже значительная экономия. Или в деревню съездить? Потому что раньше в деревню съездить надо было полторы тысячи, а сейчас 500. Конечно, или в деревню к любимой бабушке и баньку. Теперь коротко. Куда ехать? Горгаз знают всем. Прямо внутрь, через шлагбаум и крайние боксы. И я вас уверяю, ехать на газу, на автомате, прелесть неземная. Ну, и первое впечатление от езды на газу. Во-первых, машина стала работать по-другому. И теперь я точно знаю, что не будет ни ослиной мочи, не будет ни ацетона, не будет ни воды, не будет ни грязи. Ничего не будет. Будет чистый газ. И на выходе будет чистая вода. И всего два, кстати. Без всяких примесей. Что очень экологично. И где все это можно установить? Здесь, на советской 70, на пересечении улицы Дружбы. Вот прямо сюда заезжаете. Во двор. И все. Ставите оборудование. Теперь я вам расскажу, во сколько обходилось мне изготовление такой харизматичной программы «Автостоп». По бензину только 30 тысяч в месяц. А теперь это будет 15 тысяч. А что такое 15 тысяч в месяц? 15 тысяч в месяц – это небольшой кредит. На 5 лет. На сумму примерно 900 тысяч рублей. То есть вместо ипотеки можно спокойно себе в кредит купить квартиру. И не переплачивать бешеную сумму.